итак мы находимся в Харькове вчера Дмитрий Головинский успешно выступил в турнире по подъему на бицепс ему покорили 100 килограммов еще мы его поздравляем поздравляйте и я не мог не воспользоваться этим моментом и задать ему несколько вопросов по составлению тренировочных планов прежде чем начать я хотел бы задать один вопрос в прошлый раз мы с тобой убрали интервью ты там говорил фразу сейчас же когда я возобновил тренировки и жима лежа и арма уже стала задача более сложная как скомбинировать эти две дисциплины таким образом чтобы одна не мешала другой во-первых чтобы в обоих можно было показать достойную форму ответ в данном вопросе очень прост никак в любом случае если вы движетесь в нескольких направлениях они будут по отдельности более проигрышными чем если бы вы двигались только в одном направлении но человек оставил комментарии и он спрашивает как объяснить жим 270 или 280 разная информация и бешеные результаты по арму у цыпленкова здесь нужно рассматривать опять же тренировочный путь дениса то как он двигался то как он прогрессировал о чем здесь нужно говорить о том что этот спортсмен уже несколько десятков лет выступает в различных спортивных дисциплинах если анализировать спортивный путь дениса цыпленкова то он начинал с гирового спорта и армрестлинга те кто думает что вот он ворвавшись в армрестлинг буквально вот пять-шесть лет назад произвел сенсацию своим приходом в армрестлинг это не так цыпленков в армрестлинге был и он успешно боролся и он успешно конкурировал еще много лет назад до того как он выступил на анимеров world cup вот несколько лет назад до того как он выиграл джона бзенко я помню этот момент хорошо когда все ждали их поединка сперва джон бзенко выиграл потом все-таки проиграл и потом уже цыпленков стал скажем так одним из наиболее значимых фигур на арене аэроспорта так вот весь период своей спортивной деятельности денис цыпленков как и подобает атлету скажем высокой квалификации как и подобает атлету хорошим знанием с хорошей теоретической подготовкой он не игнорировал жемлежа как одно из базовых движений то есть насколько я понимаю денис пусть если это возможно конечно пускай денис не поправит насколько я понимаю в его арсенале упражнений жемлежа присутствовал всегда весь период подготовки он насколько я понимаю делал это движение я не говорю делал акцентированного делал потому что даже в период его бытности только арм спортсменам в интернете появлялись видео где уже 250 260 270 килограммов на тренировках в моем же случае я был только жимовиком я тоже был армрестером некоторый период времени я был только жимовиком я готовился целый целенаправленно период только по жиме лежа и получив травму я на несколько месяцев перехожу в армрестинг и в таких условиях опять же успешно совмещать армрестинг и жим это не представлялось возможным потому что нужно выбирать для соревновательной деятельности отдельную какую-то узкую сферу что делал денис опять же он не выступал одновременно и в жиме и в армрестинге он выступал в армрестинге тренируя жим и выступал в жиме тренируя умеренно руки то есть вот в этом была основная мысль в том что нельзя комбинировать соревновательную деятельность в этих двух движениях жим лежа опять же если мы говорим об одаренном спортсмене он может тренировать жим лежа просто имея сам жим лежа в своем арсенале но что такое иметь просто жим лежа в тренировочном комплексе и готовиться по жиму я думаю ты согласишься что это разные вещи вот поэтому ответ и лежит именно в данной плоскости что все-таки совмещать соревновательную деятельность успешно нельзя денис цепленков одно время выступал в жиме лежа одно время выступал до этого еще в стронгмане после чего начал выступать в армрестинге я не помню ни одного выступления дениса в жиме лежа после того как он стал армрестером также как я не помню ни одного выступления в армрестинге когда денис цепленков поступал по жиму то есть он в данном случае своим примером лишь подтверждает сказанную ранее мысль перейдем наконец к повестке дня к тренировочных планов я как человек который составляет тренировочные планы самостоятельно у меня возникает много много вопросов я так тезисно набросал некий вкратце алгоритм составления тренировочных планов давай сейчас прочитает и скажешь где правильно где неправильно где что подкорректировать так номер один мы формируем список упражнений раскидываем по дням недели после этого определяемся с нагрузкой какие упражнения легком режиме где средняя нагрузка где тяжелая дальше мы планируем к это пусть пусть будем говорить о 12 недельном силовом цикле но вот как-то так планируем к ты условно далее прописываем раскладки в основных упражнениях то есть тяжелой тренировки непосредственно в приседе в жиме в тяге на все 12 недель прописываем раскладки и уже последний шаг пятый шаг уже в вспомогательных упражнениях о фп в упражнениях о фп мы нагрузку в рамках наших определений средняя легкая подгоняем так чтобы кривые недельные имели тот вид который мы хотим то есть данном случае это волновое циклирование то есть тоннаж средний вес кпш значит если брать как базовый алгоритм на скажем так то все-таки можно его дополнять обычных каких позиций прежде всего что мы должны сформировать когда мы планируем вот если мы подходим скажем с нуля к составлению тренировочного плана прежде всего мы должны вывести цель определенную то есть мы готовимся допустим мы делаем вывод что мы готовимся вот из данной таблицы могут сделать будет что рассматривается тренировочный процесс а3 до 3 words исходя из этого мы должны после того как мы сформулировали да вот эти вот скажем моменты мы должны прилиться с периодом насколько я понимаю рассматривается силовой цикл далее мы должны определиться с подходом в рамках данного периода? Будем ли мы применять один из трех подходов? Опять же, он условный подход. Мы не можем конкретно сказать, что выделить жесткие требования. Данное решение должно применяться относительно каждого атлета индивидуально. Что я имею в виду? Мы будем рассматривать высокообъемный подход, мы будем рассматривать высокоиндотсийный подход или мы будем рассматривать подход с позиции микровесов. Если мы рассматриваем высокоиндотсийный подход, можем вполне взять план Бориса Романовича Шейко, дополнить его вспомогательным упражнением уже по описанному твоему алгоритму. Это будет правильно. Если мы используем высокообъемный подход, другой принцип. Мы должны сформулировать, скажем, если брать конкретно вот эти контрольные точки, мы должны их дополнить, некоторые из них. Допустим, контрольные точки подходами по 5-10 подходов в контрольной раскладке. В данной ситуации у тебя здесь не более 5 подходов, вот одна раскладка всего лишь с 5 подходами в раскладке. Я бы дополнил, допустим, добавил бы 2 раскладки на 10-12 подходов, одна раскладка на 5 подходов и, скажем, остальные раскладки по 4 подхода. Либо же мы рассматриваем подход с позиции микровесов. И тогда абсолютно весь значимый процент циклирования будет упираться в циклирование параметров нагрузки и циклирование вспомогательных упражнений. Потому что ты знаешь, что когда мы говорим о микровесах, нас интересует прежде всего объем. Объем, который будет достаточно высок. Мы будем черпать весь тренировочный эффект из объема на низком проценте нагрузки. Скажем, 35, 40, 45, 50 процентов. То есть в данном случае контрольные точки потеряют прямое значение. И все значение будет иметь количество подъемов штанги и тоннаж. В таком случае у нас кардинально меняется подход. Если этот подход мы можем обозначить как подход, скажем, сверху вниз, то есть мы сначала формируем главную цель, формируем список упражнений, прошу прощения, контрольные раскладки. То есть здесь наоборот. Мы сначала сформируем примерно тренировочный план, определим показатель нагрузки, определим количество подъемов штанги и определим тоннаж. И уже органически, стараясь выдержать эти параметры, мы будем вписывать условно контрольные точки, но которые, конечно, будут иметь меньшее значение. Более фундаментальные, более значимые моменты будут у нас заложены в параметрах нагрузки. Допустим, человек впервые познакомился с ЛМС. Какой из трех подходов ему выбрать? Описанный тобой алгоритм будет для него действительно приемлемым. То есть если говорить, вот действительно человек, скажем, впервые ознакомился с ЛМС, прочитал для себя, выяснил какие основы, вот этот алгоритм подойдет на 100%. Мы говорим о новичке. Пускай до уровня КМС включительно. Если мы говорим, да, о таком уровне, то здесь атлета всегда будет перейти маломальски значимая программа, маломальски составленная правильная. Даже если будут какие-то ошибки, они существенного влияния не окажут. Поэтому я и говорю, вот когда мне задают многочисленные вопросы в личку, что, дескать, я боюсь совершить ошибку при составлении плана, я говорю, что если вы на низком либо среднем уровне, даже если будут ошибки, существенного влияния они не окажут. Самое главное, что? Чтобы не было избыточной нагрузки и чтобы не было существенных химических изъянов. Вот это два принципа, которые являются важнейшими. Скажем, перебор нагрузки и существенные… Имеется в виду интенсивность, либо также тоннаж? Прежде всего, конечно же, интенсивность. И здесь имеется в виду по большей части отсутствие отказной работы. То есть человек банально может себе выставить такой процент и такой вес, с которым он упрется в отказ, а это, конечно, крайне нежелательно. Лучше в таком случае придерживаться правила, что лучше где-то не доработать, поставить меньшую интенсивность, но сделать ее с запасом, чем рисковать вот на грани уже срыва. Перейдем к таким маленьким вопросам, больше конкретика. Пожалуйста. Есть у нас упражнение, есть к нему какие-то разминочные, подводящие подходы. Да. Какой шаг в процентах от и до должен быть между подводящими подходами? Значит, если мы говорим именно про подводящие подходы, мы определяем определенный целевой процент. Вот, допустим, у нас есть раскладка в жиме 124 по 4, наша задача к ней подвестись. Пускай это 80 процентов. Допустим, да. Здесь задача какая? Мы должны весь объем, который более 50 процентов, отобразить в плане. Он шел в расчет нагрузки. Мы можем использовать довольно большой шаг. То есть 50, в данном случае написано 50, 57, 68. В первом случае дельта составляет 7, в втором случае дельта составляет 11. Скажем, мы не скачем сначала на 30 килограммов, то на 5. Вот, я хочу узнать, какой диапазон этой дельты? От и до? Значит, диапазон это примерно от, скажем, 7 процентов до 10 процентов, но не более 30 килограммов разрыва. То есть, понимаешь, да, суть? Мы здесь должны рассматривать и относительную величину. То есть, прежде всего, мы отталкиваемся от относительной величины. То есть, это 7-10 процентов, если мы подводимся к большому весу. Но в то же время, учитывать, что для атлета с большим предельным максимумом, так же, как и для движений с большим предельным максимумом, как, например, при четыре тяга, сравнительно с жимом, у нас определенные проценты, более-менее адекватные, могут выдать очень большой абсолютный шаг в килограммах. Либо вторая ситуация. Допустим, мы планируем объемный расклад. Вот если мы посмотрим, вот здесь у нас прекрасно реализована объемная раскладка. Вот, допустим, пятая неделя. 103 по 6, 105, 3 по 5. Шаг всего лишь 3 процента. Но так как данная раскладка объемная, и она уже из себя представляет целевую, то есть, это не подводка, а это непосредственно сами рабочие подходы, то здесь уже, допустим, меньший шаг в процентах. То есть, здесь, наоборот, предпочтительно шагать именно по малу, чтобы нагрузка находилась в определенном целевом рабочем диапазоне. То есть, в данной ситуации у нас… От и до процентов? От и до… От 3 до 5? Если в данной ситуации, опять же, даже не от 3 до 5, а, скажем, от 1 до 4-5. То есть, даже 1 процент, допустим. Даже 1 процент, допустим. Даже шаг 2,5 килограмма мы можем сделать, допустим, раскладку 150, 4 по 6, 152,5, 4 по 5. Даже там, конечно же. Либо другой вариант. 150, 4 по 6, 152,5, 1 на 5. Тоже допустимо, конечно. Какая цель вот эта вот 1 на 5? Это… Асиметрично как-то. Асиметрично, я согласен. Математически выглядит не очень красиво. Меня вот часто спрашивают, а вот почему, допустим, ты вот, Дмитрий, не пишешь, допустим, 3 по 6, 2 по 5? Да. Математически некрасиво. Я вот скажу. Мне нравится действительно, когда математически красиво. Но если мы вставляем 1 подход, я могу сказать, что это имеет следующую цель. Значит, на фоне предварительного утомления выполнить 1 контрольный подход с достаточно высоким процентом. Допустим, выйти, сделать, допустим, 75 процентов 3 по 6 предварительное утомление, 80 процентов 1 на 5. Можно просто сделать 80 процентов на 5. Это будет как контрольная раскладка. Но дополнив ее вот этим предварительным утомлением, мы не просто проведем контрольное измерение, но еще и достигнем нужный тренировочный эффект, увеличив при этом тоннаж. То есть это 2 в 1. 2 в 1. И контрольное измерение, и плюс не отходим от плана. Совершенно верно. То есть мы таким образом можем выровнять кривые. Допустим, мы вставили один всего лишь подход контрольный, при этом у нас просел средний вес. Почему? Потому что работа на достаточно большом весе, она у нас уступает по объему. Мы вроде бы и пристреливаемся, делаем контрольную точку, но средний вес провисает. Поэтому можно сделать такой, выставить средний процент, чтобы не терялась объективность контрольной точки, сделать средний процент предварительным утомлением и поставить достаточно высокий процент на контрольную точку. Следующий вопрос. Рекомендация. Сколько контрольных точек должно быть, если мы говорим о силовом цикле 12-16 идей в каждом упражнении? В данном примере их 2. Да. Здесь будет... Вот и до. Да. Пожалуйста, если используется высокоинтенсивный подход, по сути, каждая тяжелая раскладка, она может сказать о том, в каком сейчас диапазоне находится при немах. Мы понимаем, что если мы работаем, допустим, по шейко, то сделав тяжело 85% 5 по 2, прям вот тяжело или не сделав вообще. Мы уже можем сказать, что предельный максимум у нас недостоверный. Если мы используем подход высокообъемный, то это вот здесь хорошо описано, вот под высокообъемный подход, это от двух, даже не так, от одной до трех контрольных точек в целевом движении цикла. За 12-16 недель? За 12-16 недель. От одной до трех. От одной до трех. Хорошо. Если мы используем... Одну секундочку закончу. Если мы используем подход на микровесах, их может не быть вообще. Но опять же, подход на микровесах, это, скажем, то, почему сложно давать все-таки методические, не методические рекомендации, скажем, а то, почему сложно вообще давать какие-либо рекомендации. Почему? Потому что все-таки можно использовать одну контрольную точку начала периода, допустим, 15 недель мы работаем и на выходе мы смотрим. Вот только так. Потому что использовав контрольную точку где-то в середине, мы можем нарушить сам подход микровесов. Но, тем не менее, для некоторых атлетов этот подход сработает. Для других же непременно нужно давать 4 раз в 4-5 недель что-то тяжелое. Чтобы атлет не терял. Знаешь, у многих атлетов есть такая психологическая больше зависимость от больших весов. То есть, они не пожав больших весов, они вообще теряют психологический тонус. Им кажется, что они стали слабее, им кажется, что они все потеряли результат. И даже, когда они подходят на соревнованиях и ты видишь, что это лед может поднять, у них есть страх, психологическая неуверенность, рождается, вот таким атлетам просто необходимо дать контрольную точку. Поэтому здесь, опять же, что касается микровесов, можно сказать так. Для большинства все-таки это контрольная точка раз в 5-6 недель. То есть, за цикл это 1-2 контрольных точки. Для некоторых атлетов, которые психологический комфорт, которые могут, скажем, которые уже убедились, вот, например, я могу пройти весь период вообще без контрольных точек. Я, все-таки будет, конечно, маленький психологический страх на уровне, знаешь, вот, все-таки на уровне ощущений. Но разумом ты понимаешь, что ты готов и что ты можешь выходить и делать то, что ты должен. Примерно вот таким же образом у меня сейчас ввелась подготовка на бицепс. Но был же, был же один тяжелый подход. Немножко отступлю от темы. Один тяжелый подход за 2,5 месяца всего. Больше не было вообще ни одного. Была только работа на микровесах. Какие максимальные были веса на бицепс, не считая этого подхода 80 на 6? Если брать строгий подъем, не более 50 килограмм. Если брать подъемы, стоя с прямым грифом, это не более 40 килограмм. 40-45 примерно. Это все где-то детально документировано, можно будет даже выложить, чтобы люди ознакомились. Вот. Было много молотковых подъемов, было много концентрированных подъемов с упором в бедро, было много подъема сия с гантелями, было много частичных подъемов. Инденсивность редко в них выходила за 50 даже процентов. Очень редко. Но! 5-6 тренировок в неделю по 2 упражнения всегда присутствовали на бицепс каждый тренировочный день. Вернемся к контрольным точкам. Да. Как-то ты мне говорил, что за неделю до контрольной точки, типа подводящей раскладки, вот именно в тяжелые дни, то есть если у меня в четверг идут приседания, то неделю до контрольной точки в четверг у меня раскладка уже должна быть как-то подводить меня к этой контрольной точке, которая будет в следующий четверг. И выход из контрольной точки, то есть неделя следующая за контрольной точкой, в четверг те же тяжелые приседы, у меня должна быть выходящая раскладка. Вот могу подробнее о них поговорить. Значит, здесь, скажем так, как один из вариантов. Что имею в виду? Допустим, у нас предполагается объемная контрольная точка. В таких случаях, если она предполагается объемной, то есть будет использован большой тоннаж, за неделю лучше вообще делать некоторую разгрузку. Ставить, допустим, 65% 5 по 5, чтобы у нас не просаживался средний вес сильно, то есть чтобы был процент достаточно большой, но в то же время, чтобы был достаточно высокий объем. В некоторых случаях можно делать подводящую. Допустим, нам предстоит раскладка 85% 5 по 5, за неделю можно сделать 75% 5 по 5. То есть она будет, скажем, в среднем режиме 75% 5 по 5, но будет в качестве подводящего. А нет проблем с вариативностью, что и там 5 по 5, и там 5 по 5, 2 недели подряд? Ну, вариативность, она должна реализовываться как с позиции интенсивности, так и с позиции раскладок. Поэтому вообще можно стремиться к большой вариативности, к исключительно большой, то есть использовать, например, там 4 по 6, там 5 по 5, там 3 по 6, 3 по 5. То есть это не сама цель, да? Да, но это не сама цель. Действительно, я очень люблю раскладку 5 по 5. И я не брезгую ее применять даже 3-4 недели подряд в рамках основных раскладок тяжелых. Потому что она многими тренерами признается в качестве такой типично силовой, и многие признают ее как отличным инструментом увеличения силы, поэтому тут все так. Нужно отталкиваться и от атлета. Если он, скажем так, психологически лоббильный, то есть можно использовать 5 по 5. Если же он психологически устает, все-таки, да, ему становится утомительно работать 5 по 5, однообразный подход, можно ему дробить их. Делать 3 по 6, 3 по 5, 2 по 6, 2 по 5, 3 по 5, 3 по 4. То есть использовать всегда разный процент, там, скажем, 63, 65, 67, 72, ну и так далее. Чтобы она сохраняла рабочий тоннаж, чтобы она была, скажем так, имела в себе достаточный КПШ, конечно, выводила на соответствующий тоннаж, и при этом была в целевом диапазоне периода, то есть это силовой цикл, то это примерно от 60 до 80% основного объема расклада. Хорошо, а неделя после контрольной точки, допустим, атлет 85%, 4 по 4 сделал практически в отказ, как-то ему разгрузиться после этого? Да, обязательно где-то. Примеры раскладки. 70% 5 по 5, 65% 5 по 6, 67% 4 по 5, 71% 4 по 4, это уже будет более объемная раскладка. И подобное. То есть средний характер работы. До средней характер работы, тяжелый характер работы в раскладке, в окноренной точке, и средний характер после, если мы говорим, допустим, о высококонтенсивном или высокоопиумном подходе. Следующий вопрос. Силовой период, согласно ЛМС, от 4 до 6 повторений во всех упражнениях. Что плохого, если, например, в том же разгибании ног у нас будет 4 по 10 с легким весом? Это как-то ухудшит прогресс, или что в этом плохого? Значит, если мы говорим о троеборе, то подход, скажем так, один частный подход, он, по сути, никакого вреда не несет. Но так как мы в ЛМС все-таки стараемся тотально систематизировать, тотально всему выдумывать рекомендации, то мы всегда говорим о взаимосвязи физических качествах. То есть работа в многоповторке снижает силовой потенциал мышцы, снижает скоростной потенциал. Именно потому, что она в силу своего воздействия делает мышцы более медленными. Выносливая, значит, более медленная. Снижается, прежде всего, взрывная сила. То есть мы рискуем, погнавшись за двумя зайцами, сказав, что мы тренируем, и выносливость где-то с позиции того, что мы добавляем такие подходы. Или мы говорим, что мы комбинируем бодибилдерский подход и лифтерский. Мы можем таким образом одним качеством преуменьшить успех в другом качестве. Если мы, допустим, работаем над взрывной силой, то нам такие вот раскладки, которые нас напампят, забьют, сделают наше мышечное сокращение более медленное, они нам, конечно же, во вред. Поэтому мы говорим, что 4,6 и не более. Если у нас стоит цель, допустим, закачать, допустим, что-то заболело, я всегда рекомендую просто замедлить тема выполнения упражнений. Ну, тот же диапазон повторения. Ну, тот же диапазон повторения. Ясно. Или же я, ну да, еще одну оговорку сделаю. Если, допустим, отлить жимовик, для него совершенно не имеет никакого значения сила ног, то есть он не планирует выступать с силой троебори, ну, предположим, то можно, допустим, сказать, что, ну, хорошо, тренируй пресс в многоповторке, тренируй икры в многоповторке, тренируй предплечье в многоповторке. Про бицепс я бы не рекомендовал тренировать в многоповторке, потому что он все-таки важен, и, скажем так, излишняя крепотубность этой мышцы может негативно отразиться на выпрямлении, допустим, рук в локтевом суставе. Но такие мышцы, которые не принимают активного участия в непосредственно царевом движении, можно сказать, что ладно, тренируй в многоповторке. Но вопрос зачем? Нужна сила или нужна масса этих мышц? Ну, тот же пресс. Ну, тот же пресс. Не все представляют 4-6 повторений. Если вам легко, замедлите там выполнение упражнений. Если вам все равно легко, усложните вариацию упражнений. Если вы, допустим, делали подъем ног на лавке, делайте подъем ног в висе. Если вам все равно легко, сделайте остановку конечной фазы. Добавьте, по черту, негативный характер опускания ног. Если вам все равно легко, используйте дополнительное отягощение. Но я же, если честно, с трудом представляю человека, которому при всех этих модификациях подъема ног в висе все равно было бы легко. Количество подходов и повторений, которые ты бы рекомендовал в упражнениях ОФП, всего его период. 4 можно или все-таки 5-6 предпочтительнее, если говорить о повторениях? Можно 4. Можно? Можно 4, да. То есть, французский жим, 4 по 4, такая раскладка имеет право на существование? Да, но все-таки я бы смотрел на тоннаж. Почему бы смотрел на тоннаж? Потому что обычно веса в таких упражнениях небольшие. Поэтому, если говорить про французский жим, ну, сделайте 4 по 5, 4 по 4. Вот если так, то да. Если жим у нас не более 5 подходов, то лучше, конечно, 5 по 6, 5 по 5. Смотрите всегда. Тяга на прямых, допустимо. Допустимо, вполне, потому что тоннаж будет достаточно большой. Опять же, смотрите на тоннаж, это всегда характеризует воздействие упражнения на организм в целом. Как оно отразится на тренировочный эффект, и в то же время, как оно отразится на восстановлении. Поэтому смотрите всегда на тоннаж. Если тоннаж 1 тонна, 1,5 тонны, это, конечно, маловато для любого упражнения. Если тоннаж, скажем так, 4, 5, 6, 7 тонн, то это уже круто. Хорошо, поговорим тогда о тоннаже в том числе. Здесь я сделаю несколько примеров на вот этом графике. Имеется в виду недельные параметры. КПШ, средний вес, тоннаж. Во всех трех примерах у нас КПШ абсолютно одинаковые. Ну, в первом примере мы циклируем, чтобы хорошо очень колебался средний вес. Ну, тоннаж тоже колеблется, но более такая гладкая функция. Во втором примере ситуация обратная. Средний вес у нас, казалось бы, та же. Синусоиды, ну, колебания крайне незначительные. Но вот тоннаж очень хорошо, большие колебания. И третий пример, это некий компромисс. Какой бы ты рекомендовал? Главная принципиальная разница в этих примерах, это степень вариативности. Да. Верно? То есть колебания, да. Насколько у нас существенные колебания вот этих вот всех кривых, и насколько у нас существенная дельта одной недели по сравнению с другой. То есть в третьей неделе у нас максимальное отклонение, как с позиции КПШ, так и с позиции среднего веса. Во втором примере, допустим, у нас, скажем, не такие хорошие, не такие существенные колебания по среднему весу. Но зато очень хорошо колебания тоннажа. Тоннажа, да, совершенно верно. Что первично, что вторично? Я бы смотрел на тоннаж, прежде всего. То есть средний вес не так существенен. Вот, допустим, тоннаж минимум у нас 27 тонн, на пике у нас 30 тонн. Это мало. Просто, опять же, здесь нужно смотреть на следующую ситуацию. Предположим, мы даем атлету цикл номер один и говорим о том, что мы используем вот такой вот тоннаж. О чем здесь можно сказать прежде всего, да, что у нас за период, скажем, с первой по пятую неделю, у нас используются малые колебания тоннажа. При таких условиях мы можем сказать, а восстанавливается ли спортсмен? А может быть, ему нужно большее колебание тоннажа, чтобы вот этот контраст нагрузки характеризовал восстановительные потребности спортсмена. То есть ему нужно восстанавливаться. Может быть, ему изначально вот, да, вот данный диапазон, который занимает здесь кривая, может быть, для него уже много. И поэтому мы говорим, давайте, пусть он будет колебаться более существенно. В данном случае у нас первая неделя будет характеризоваться как вводная, затем мы увеличили тоннаж, дошли до определенной точки, разгрузились и затем снова делаем определенный пик. Опять же, то, за счет чего мы это делаем, за счет ли КПШ или за счет ли среднего веса, уже характеризуется по двум другим графикам. Здесь определенный, опять же, компромисс, да. То есть здесь можно сказать, в данном случае атлет с хорошим восстановительным потенциалом, если он хорошо восстанавливается, то он сможет на последних неделях, обратите внимание, 9, 10, 11, 12 неделя, исключительно высокий, да, идет практически линейное повышение тоннажа на последних двух неделях, даже примерно равное значение. То есть мы здесь говорим о том, что он восстанавливается хорошо, что он способен практически на линейное повышение тоннажа в течение всего цикла. Здесь мы говорим о том, что загрузили, далее восстановится, загрузили, далее восстановится. Здесь определенный усредненный вариант. То есть первый вариант мы однозначно бракуем. но не бракуем все-таки человек не знает какой-то нашему нужен вот так если он не знает когда можно сказать использовать вариант 2 если он пройдя этот вариант не столкнулся ни единожды с проблемой восстановления может сказать ну попробуй вариант 3 допустим вот опять же если взять допустим весь тоннаж если мы сплюсуем весь тоннаж по ходу цикла мы получим величину сколько он поднял тон за цикл если брать рассуждение Аркадия Никитича Воробьева например он очень пристальное внимание обращает за тоннаж поднятый за цикл то есть это сколько атлет поднял тон в течение всего цикла потенциально в течение роста уровня спортсменов мы должны следить за тем чтобы этот показатель всегда увеличивался то есть здесь уже вопрос как мы распределим тоннаж за цикл по неделю мы можем сразу дать большой тоннаж и циклировать его в определенном узком диапазоне либо мы можем скажем циклировать его в более широком диапазоне либо как в первом примере почему он тоже имеет право на жизнь мы можем начать с заниженных значений интенсивности кбша допустим проследить реакцию спортсмена затем повысить проследить реакцию спортсмена и допустим если все круто все хорошо еще повысить и загрузить его под конец цикла и начать следующий цикл таким же образом если во втором случае то можно сказать что есть определенный некий универсальный характер но вот начали с определенных низких значений и ими же закончили здесь опять же мы в лмс вот почему я допустим не написал до сих пор статьи о циклировании тоннажа не написал о том как это нужно делать мы в лмс говорим о чем мы даем инструменты мы даем понимание этих инструментов но ситуация она должна быть индивидуально всегда можно сказать что для каждого определенного атлета можно улучшить методическую часть и циклировать его тренировки еще лучше с большей эффективностью задача поиска она является приоритетной поэтому я не могу однозначно отсечь этот вариант я могу сказать что допустим вот этот вариант более универсален чем вот этот но в то же время ну третий тоже 3 опять же вот как я вижу с позиции с клей это ножа 3 это определенная усредненная вариация между первыми и вторыми вот то есть это можно сказать вот это наиболее универсален это что-то среднее а это скажем так наименее универсален от лет новичку начать с чего со второго варианта есть еще вот такой вариант то есть здесь у нас два шага восходящих два нисходящих здесь вот такой вариант то это тоже недельное значение тоже у нас кпш средний вес противофазии это наш то есть у нас если говорить о кпша два вниз два шага вниз один вверх что ты можешь сказать о таком виде дозирования нагрузки опять же это просто другой вариант мы должны смотреть как восстанавливается спортсмен допустим вот как здесь идет нагрузка мы и снижаем с позиции кпша под не повышаем с позиции среднего веса снижаем с позиции тоннажа допустим будем отталкиваться от кривой тоннажа здесь нагрузка допустим средняя пониженная пониженная здесь мы ее завышаем и сразу же выходе в новый диапазон вот если спортсмен устанавливается если у него все хорошо с восстановлением нагрузка воспринимается нормально значит используется вариант приемлемый может возникнуть ситуация когда будет необходимо вот здесь вот точку еще одну ставить скажем 26 500 на четвертой неделе выставить ее для того чтобы скачок нагрузки был не такой резкий для того чтобы атлет вот знаешь как бы более комфортно воспринял повышение нагрузки соответственно нужно прежде всего отталкиваться от реакции атлета на восстановление можно делать допустим две недели низкий тоннаж одна неделя резкий пик две недели низкий тоннаж одна неделя резкий пик и так далее здесь уже опять же нельзя дать универсальных рекомендаций только лишь по той причине что при условии отсутствия грубых скажем так ошибок как-то включение отказных подходов или какое-то бессистемное дозирование при условии того что грубых ошибок нет это это этот подход может быть выигрышным этот этот подход может дать результат теперь я хотел бы поговорить о планировании непосредственно тяжелых тренировок и вот есть несколько вариантов первый вариант это вот я взял из src-1 приседания у нас плавно это основное упражнение тяжелая тренировка приседаний возрастает от недели к неделе кпш средний вес тоннаж такой вариант есть вариант в принципе это то что использовал владимир ничек подготовка к 1 года 2 назад такой файл в жиме лежа я взял тяжелые раскладки то есть у него было на 6 недель такой вот мезоцикл в жиме лежа после того как он проходил контрольную точку если все хорошо он повышал и повторял полностью этот же мезоцикл и пример то что руслан курса воспользует артем никитенко такие у нас периоды от более объемных раскладок идет к более интенсивным что можно видеть по графике контрольная точка если все хорошо повышаем пм и повторяем то есть у нас нет роста в основном упражнение у нас нет роста стабильного недели к неделе кпш тоннажа всех параметров то есть какие из этих подходов более правильные чтобы ты рекомендовал человеку который впервые начал заниматься по лмс значит человеку который впервые начал заниматься по лмс я бы опять же рекомендовал вот указанный тобой алгоритм то есть здесь мы рассматриваем прежде всего с позиции тяжелых раскладок они все правильные они все правильные насколько я понимаю каждый из этих подходов приносит результат спортсменов поэтому я не могу сказать что какой-то более правильный какой-то менее правильный если брать с позиции значит если брать с позиции атлета новичка то можно сказать просто используйте более простой более понятный соответственно вот этот пусть у нас если двенадцатинедельный цикл силовый плавненько должен волнообразно расти тоннаж кпша средний вес опять же более простой более простой вариант хорошо она по легких упражнениях допустим на сегодня делал 40 процентов 5 по 5 легкий же на следующий тренировки какой может быть шаг 50 я могу сделать дамецать сегодня у меня допустим 30 процентов 606 на следующий могу сделать 50 процентов 5 то есть любой шаг даже больше в рамках 30 конечно но ниже 30 процентов желательно искаться и опять же следим за недельными показателями еще такой вопрос недельные показатели если у нас от лет жимовик вот расписали мы тяжелый жим ну вот здесь недельные показатели должны ли быть синхронны нет но смотреть опять же отдельно на частное движение мы должны с позиции того как они влияют на отдельную нагрузку наша задача дозировать стресса и мы должны просто определить величину стресса за неделю за месяц за цикл и стремиться к тому чтобы во первых с уровнем роста спортсмена нам нужен больше стресс вот и до того затем стремится чтобы он был дозированный то есть не был избыточно за высшим не было избыточно за ниже нужно смотреть на то как ведут себя графики в рамках недели то есть если допустим контрольная точка существенно нарушая характер этих графиков и у нас мы получаем скажем провал по нагрузке то есть недобор либо она значительно вскакивает если мы допустим добавляем высокобъемный жим нас сильно увеличится средний вес потому что у нас возник процент работы на большом весе то то это конечно является скажем так не очень хороший вариантах есть в рамках выбранной системы циклирования мы должны эти показатели каким-то образом выровнять пример тяжелые раскладки у нас тут жим лежа тяжелая тренировка допустим у нас недели три тренировки жима лежа тяжелая средняя легкая вот у нас идет тяжелая волнообразно все хорошо в те тренировки дни тренировочные когда у нас жим лежа средний или легкий понятно что если легкий диапазон интенсивности 30-50 процента вы должны ли кривые в конкретном упражнении быть синхронные с тяжелым жимом то есть что имеется ввиду если ну вот обратите внимание это тяжелый это жим легкий то есть форма должна ли повторять само собой диапазон тут уже не отрести она не должна не обязательно не обязательно и желательно это будет желательно но представь сколько у нас как много у нас условий добавляется с позиции того сколько нужно разных факторов учитывать чтобы выстроить идеальный цикл это все излишне осложняет скажем так методическую подготовку поэтому первичен первичное дозирование с позиции объема недельной нагрузки его интенсивности если мы стремимся наоборот упростить мы можем учитывать только кривую по тяжелому жиму говоря о том что тяжелый жим у нас является основным стрессом и фактором в рамках недели но объединять это все опять же мы излишне обращаем тренировочный процесс сплошную математику этого быть не должно нас и так упрекает в том что мы избыточно нагружаем я согласен с действительно с некоторыми такими людьми которые таким образом критикуют тренировочный процесс не должен сводиться к расчету палета ракеты в космос поэтому есть определенные рекомендации их нужно придерживаться но вот так вот возводить это в догму и говорить что мы должны выравнивать или подчинять определенным правилам сочетать легкий средний тяжелый жим такого не нужно то есть тяжелые тренировки сами по себе а легкий средний как угодно лишь бы недельный тоннаж красиво да да то есть наша задача дозировать стресс вот таким образом закончилось это интервью друзья если вам понравилось это видео ставьте лайк и подписывайтесь на канал тем самым вы дадите нам понять что такие методические видео вам интересны и по возможности мы еще запишем что-нибудь подобное